Добрый вечер! Я Марина Васильева и сегодня в программе «Город сегодня» мы будем обсуждать актуальную тему, тему, которая касается буквально каждого из нас. В понедельник я сама была свидетелем того, как в автобусе заходил полицейский, патрульный и предупреждал людей о том, что нужно беречь свое имущество от карманных краж. Насколько сейчас это актуально, то есть это сегодняшнего дня проблема или это может быть то, что нас может коснуться в любое время, всегда, мы поговорим с человеком, который каждый день сталкивается с этим. У нас в студии начальник криминальной полиции Серик Хасенович Шалхаров. Добрый вечер! Серик Хасенович, вы, конечно, каждый день с этим имеете дело, и вот то, что сейчас полиция предупреждает актюбинцев в автобусах, это такая актуальная акция или это постоянно происходит? Добрый вечер! Спасибо, что пригласили. Я у вас уже не раз был в вашей студии. Мы в тот раз озвучивали, буквально до вас другой спикер был, мы озвучивали проблемы мошенничества. Но сейчас вот у нас в действительности есть три проблемы, которые существуют в нашей области, с которыми необходимо нам работать, с которыми мы ежедневно работаем. Это вот мошенничество, интернет-мошенничество, карманная кража и, естественно, квартирная кража. Карманная кража – это актуальный вопрос, потому что доля преступления, которое у нас совершается, это около 30-40% преступления, которое совершается, это вот карманная кража. Да, у нас вот сейчас вот вы задали вопрос о том, что мы проводим профилактическую работу. Да, это на постоянной основе. У нас есть план работы, магистраль, который утвержден начальником департамента, в который уходят все службы, наружные службы и также оперативные службы, которые должны заниматься именно, в первую очередь, профилактикой преступлений и раскрытием этих видов преступлений. Сергей Костянович, ну вот статистика говорит, что за этот год 243 карманные кражи – это то, что заявления у вас были с этими кражами связаны, да? Да, есть это то. Насколько эти кражи раскрываемы и как они доводятся до суда? Если в этом году было 243, то в прошлом году 300 было. У нас есть тенденция к тому, что снижение преступлений идет, именно этого вида преступления. У нас раскрытие преступления, к высокому сожалению, очень слабое в этом направлении. У нас ее колеблется от 24 до 27, в зависимости от месяца, вот как мы закрываем, как дела предаем суду. Вот, около 30%, если так разобраться, из всего вида это преступление мы раскрываем. Ну, наверное, потому что это очень сложно раскрыть, за руку не каждого поймаешь. Да, так точно. Во-первых, как говорили, что кража – это и есть тайное хищение. То есть никто не видит, как это воруют. И сейчас вот в большинстве случаев воруют сотовые телефоны. У нас есть программы, есть моменты, где мы можем эти сотовые телефоны найти. Но, к высокому сожалению, мы сейчас не можем практически до каждого сотого телефона дойти. Ну, наверное, потому что они все-таки быстро перепродаются, да? Да, они быстро перепродаются, во-первых. И, во-вторых, мы когда начинаем их проверять, это никому не секрет. Это сейчас в Казахстане, и то, что преступники знают, и то, что наши граждане знают, что если своровали телефон, мы их блокируем, эти телефоны выключаем, что дальше они были уже просто непригодны для использования дальше. Вот, также и преступники знают, и также те люди, которые занимаются ремонтом сотовых телефонов и перекупщики. Ну, а тем не менее воруют. Значит, их можно как-то перепрограммировать. Есть спрос, значит, и есть, как говорится, в Ростово. Здесь сотовые телефоны в большинстве случаев мы начинаем проверять и блокировать через оператора связи. Но здесь сейчас перешивается все. С Китая проводится внутрь, значит, и перешивается от телефона, и тем самым, когда продаются, они не теряются в цене. Ну, то есть, соответственно, дальше у вас уже поиск тех, кто занимается этим делом. Да. Это тоже, наверное, входит в вашу сферу. Обязательно это входит. Место сбыта, значит, в скупщики. Это уже прямая наша работа, которую нам необходимо выявлять. Если не будет спроса, то и вороват перестанут. В этом направлении мы тоже работаем. В этом году мы тоже привлекали скупщиков к уголовной ответственности. Сейчас вот одно дело мы тоже передаем суду. Где происходят карманные кражи? В торговых центрах, в транспорте? Чаще где это происходит у нас? Чаще всего у нас происходит это в общественном месте. Сейчас вот автобус. Она идет, пик свое время есть. Вот час пик, когда вот утреннее время, когда все спешат на работу, в это время, обеденное время, вот по времени, если мы смотрели, в большинстве случаев люди выходят с базара, садятся в автобус, толпучки, садятся до дома, доезжают, выходят, сотого телефона нет. После этого они обращаются в полицию. И в вечернее время, когда они возвращаются домой. Но в связи с тем, что сейчас школа открылась и начали дети ходить в школу, студенты, сейчас нагрузка на городской транспорт увеличилась. Практически увеличилась. И молодые наши ребята, дети, они сотовые телефоны не хранят у себя где-то за пазухой. Они в сумке, в рюмзаке, в задних карманах носят и совершают кражу. Тем самым дают возможность, чтобы совершили кражу сотого телефона. Хотя они могли бы и внутрь положить ее, или в сумку внутрь положить. Ну то есть, прежде всего, конечно, причина, это, наверное, наша же беспечность. Да, есть такая беспечность. Ну, всем говорить, что вы беспечны, тоже это некрасиво, конечно, но раз дают возможность, если есть соблазн, значит они воруют. Но я не скажу, что все поголовно воруют. Есть люди, которые именно специализируются на этом. Они у нас состоят на учете, у нас 64 человека, которые уже раз и более, которые попадались именно в поле зрения закона. Да, в отношениях мы работаем, они у нас на учете состоят, мы профилактируем, беседу ведем. Ну, с этим ничего не сделаешь. Да, но и есть разовые преступления, когда стоит телефон, и от соблазна человек недалек. Не может удержаться. Да, не может удержаться. Вы, наверное, много видели, там у нас много в интернете выходит, и говорят, верните телефон, вот мы вас засняли, и в конечном итоге возвращают, там где-то сидит, телефон стоит, тихо взял, карман положил, унес. Ну да, особенно если это кафе какое-то ночью, там лежит без присмотра. Сами понимаете, это телефон сейчас как золото, это когда говорят телефон, телефон, это, телефон, это жизнь, телефон это чья-то жизнь. То есть это интерес человека проявляется внутри, что есть. Это многим беседует, ну зачем ты его своровал? Ну не знаю, так стало интересно, не с целью наживы, а вот в первую очередь его своровали, а потом в конечном результате не знает, что с ним делать. То есть он хочет посмотреть, что в этом телефоне есть, какие приложения, какие фотографии, да? Да, есть такое тоже. Залезть в чью-то жизнь. Да, есть такое же. Из любопытства. Да, есть такое же. Ну и большинство случаев у нас есть, которые в автобусе воруют, но есть, которые вот оставили, например, где-то в приемном больнице или в магазине пришли, поставили. Такие моменты тоже есть. Ну, вы знаете, вот несколько лет назад у меня тоже был такой случай, когда в автобусе вытащили телефон из сумки, нашли его довольно быстро. Мне этот телефон вернули и, собственно говоря, задержали того парня, 20-летнего, у которого было 6 или 7 краж на нем. Но и в суд я ходила, и закончилось это тем, что все потерпевшие отказались от претензий. То есть кому-то вернули телефон, кому-то вернули там еще какие-то денежные средства его родственники. И фактически он оказался на свободе, потому что уже к нему не было никаких, собственно говоря, там, статей в законе. Вот как вы работаете, и получается, что результат вот этих огромных дел, когда собирается, да, а человек на свободе, вы потом за ними какое-то устанавливаете наблюдение? То есть ясное дело, он же не вернется к нормальной здоровой жизни. Да, у нас, как вы поняли, у нас кража сотового телефона, она относится к средней тяжести преступления, в которой нет санкции ареста. То есть не ограничивает человека в свободе. Если он совершил преступление, мы его задерживаем. Но если есть за ним серийность, то есть серийные преступления, естественно, мы его водворяем. То есть мы его изолируем от общества. А если это единичное преступление, мы его под подписку, значит, следствие отпускает его в согласование, значит, у нас сейчас трехзвенка, это прокуратура согласует, судами согласуются, это его отпускают под подписку, не выезде домой. Ну, если вам вернут ваш сотовый телефон, и просят, родители приходят и начинают слезно уговаривать. Да, да, да. Так вот, чем это мотаться по правоохранительным органам, в следующий раз в суд ходить, чтобы вам сообщение приходило, что у вас будет суд онлайн, вам это нужно, вот реальность жизни. Ну, естественно, вы же скажете, все, ладно. Да, к сожалению, такая реальность. Дадите встречное заявление, и в конечном результате это будет примирение сторон, и дело... Человек окажется на свободе. Да, дело до суда не дойдет, но она будет ссираться как с судимостью, понимаете? Но судимость у него останется. Да, как судимость будет, да, как по неребилитирующим основаниям, это прекращенное уголовное дело, но за ним останется этот решет. Да, у нас есть сети, списки, которые я говорил вам, это ранее судимые, ранее привлекающиеся, но в отношениях у нас есть надзор, это участковые инспекторы, которые ведут непосредственно с ними уже работу, беседуют, профилактируют их, чтобы они впредь не совершали преступление. Раньше был хороший метод, и сейчас она существует, если совершается то или иное преступление, по способу, по методу мы вычисляем людей, которые способны, вот, то есть по характеру совершенного преступления. Естественно, мы начинаем, первое, их профилактировать и искать их, проверять, были ли они на момент совершения преступления на том или ином месте или не были. Ну, был еще такой, как бы, способ предупредить людей о возможности присутствия карманников. Вывешивали их фотографии. То есть там целый ряд был, я даже как-то так прикинула, думаю, фотографий 50 или 60. 61. 61 человек был на этой массовой фотографии. А сейчас это практически сняли. Почему отказались от этого? Ну, понимаете, я вам еще раз скажу, 61 человек стоит, и некоторые из них уже перестали совершать преступление. Нам необходимо было их обновлять, понимаете. Но есть еще вторая сторона. Личность человека. Вывешивать его на все обозрение и говорить, что это вор. Эту практику мы как-то сейчас вот в стороне держим, но есть она, но мы эту практику сейчас убрали практически. Ну, она для нас. Чисто гуманная такая, да? Да, она сейчас существует для нас, так как мы работаем сами уже с ними. Да, есть у нас в районных подразделениях, где эти фотографии висят, где потерпевшие приходят, мы показываем. То есть она же знала, видела, с кем она ехала. У нас есть подучетные, которые проходили где-либо по кражам, по сотовым телефонам. У нас есть фотографии, мы им уже показываем. Ну, мы вот сегодня подготовили такой небольшой сюжет, как все-таки уберечься, о чем нужно думать, для того, чтобы не стать жертвой карманников. Давайте посмотрим. Чтобы не стать жертвой карманника, при выходе из дома пересчитайте деньги в кошельке. Не берите лишнего. Если необходимо взять большую сумму, не носите ее в кошельке. Лучше разложите по разным местам. Большие суммы желательно носить во внутренних карманах сумки или одежды. Перед выходом из дома удостоверьтесь, что портмоне и кошелек не видны сквозь одежду. Следите, чтобы все замки на сумочке были всегда застегнуты, а в многолюдном месте старайтесь прижимать сумку к себе. Не держите сумку за спиной. Никогда не кладите сумочку с деньгами в тележку для покупок в супермаркетах и не держите ее долго открытой. Не пересчитывайте деньги в кошельке публично и не проверяйте, вся ли сумма на месте. Такие движения служат вору подсказкой. В общественном транспорте обращайте особое внимание на соседа-пассажира, который стоит у двери ступенькой ниже. Ему легче всего засунуть руку вам в карман и вытащить кошелек. Деньги на проезд готовьте заранее, а не на остановке или в транспорте. Если в транспорте кто-то начинает вдруг вас толкать или прижимать, не забывайте, что это может быть всего лишь маневр, чтобы отвлечь внимание и украсть ваше имущество. Сумку держите крепко под мышкой или спереди, чтобы она постоянно была у вас на глазах. Не носите смартфон в карманах верхней одежды. Мы продолжаем. Если у вас есть вопросы, вы еще можете успеть позвонить нам в прямой эфир 222-333. Но, Сергей Косеевич, вы сказали, кроме карманных краж, конечно, у вас еще большой процент квартирных краж. И цифра действительно, ну, для меня это прям вот огромная цифра. 461 квартирная кража с начала года. То есть 461 семья пострадала. Вот эти квартирные кражи, это в частных домах происходит? Или это в многоэтажных домах, на первых этажах? Где? Да, в действительности есть у нас 461 кражи. Но с учетом того, что в прошлом году совершилось, я еще раз повторюсь, у нас так же, как и карманные кражи, у нас квартирные кражи в данный момент у нас есть снижение. Найдет снижение. Если в прошлом году было 475, в этом 461. Да, не маленький, но в любом случае это тоже какая-то маленькая победа в этой войне. У нас в большинстве случаев, я скажу, что это не только квартиры многоэтажных домов, это и частные дома. У нас она квалифицируется, делится на разные виды. То есть отжим окна, подбор ключа, взлом двери и проникновенно через форточку, то есть через открытое окно. В большинстве случаев, да, страдают это многоэтажные дома и частные дома. У нас сейчас проблемная идет. С начала года мы задержали ряд серийных краж, у нас по 10, по 15 эпизодов ходило. Сейчас тоже мы суду придали к этой цифре. И если мы вам дали цифру, которую мы уже придали суду, то у нас уже в остатке сейчас около 40-50 дел, если именно связано с кражами с квартир. Которые еще в работе пока, да? Да, в работе мы еще не придали суду, так как мы не можем ее дать уже во глазки и включить ее в основную статистику. Ну, все-таки 262 квартирные кражи, которые в суде сейчас находятся, это достаточно большая цифра. Да, вот 462 и 262. Почти половину. Почти половину преступлений мы смогли раскрыть. То есть нашли преступников и придали их суду. В большинстве случаев мы возвратили на ворованное имя. Ну, где деньги, мы уже не смогли вернуть, так как уже потрачены. Деньги, вы знаете, они уже обратной силы не имеют. Да, но сейчас как бы есть все-таки средства предохранения от этих преступлений. В частности, на всех многоэтажных домах, во всех домах, на подъездах есть домофоны. И домофоны с камерами. Это тоже, наверное, помогает, да? Да, очень сильно помогает. Да, нам помогает в раскрытии преступлений. Домофоны. Но, знаете, хотелось бы призвать именно домофонам. Я очень наболевшу такой вопрос. Преступники обычно стоят, ждут возле подъезда. Приходит сосед. Это вот отношение к друг другу называется. Приходит сосед, видит, кто-то стоит. Он набирает свой код или магниткой, заходит. И этот с ним практически заходит. Он даже не спрашивает, кому пришел. Понимаете? Ну, пришел, пришел. В лифт также могут вместе пройтись, спокойно проехаться. Вот как-то соседский присмотр был поднять среди людей, среди наших жителей. Чтобы как-то друг к другу относились более дружески. То есть пришел человек, спросите, ты кому пришел? Какую квартиру? Понимаете, ну вот сейчас так дошло, что наш мир, что ли, поменялся. Даже соседи подъезда по площадке друг друга не знают. Ну, к сожалению, так. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Алло, добрый вечер. Я с района вокзала звоню, пенсионерка. Вот скажите, вот наш вокзал вообще криминальный. Почему открыли игровой лотоматис? Во-первых, там туалета нет. Во-вторых, всякие люди собираются. Там не молодежь даже собирается. Там лет по 30, по 40. Ну, такое несколько, ну, даже, ну, как сказать, такие люди вообще. Вот. Ну, почему не могут закрыть? Уже к кому только не обращали. Спасибо большое. Вообще возьмите, чтобы смотрели. Милиция в этой будке вообще не выходит двое стоят. Там стоит машина, не положено. Машины стоят. Вот это кафе Алло-Тау. Постоянно люди пьют, ходят там. Спасибо вам большое за вопрос. То есть, можете ли вы как-то воздействовать на все учреждения, в которых часто происходят криминальные события? Да, мы чуть-чуть отошли. Я отвечу ей. Да, эту тему я знаю. Вот этот вопрос именно поднимался. Поднимался и в соцсети. Вот недавно, буквально, вот неделя не прошла, в соцсети поднимался этот вопрос, да. И вашими коллегами вот этот именно ЖД вокзал поднимался. Сейчас он поставлен у нас, начальника департамента на контроль. Сейчас работают там. И в Акимят мы уже, и с Акимятами совместно. Сейчас работаем именно вот именно где ЖД вокзала. ЖД вокзала, да, потому что это наши, как ворота же, наш город, наша область. Потому что в первую очередь приезжают железные дороги и видят вот это все. Сейчас вот в отношении этого работы, я думаю, в течение месяца, я думаю, порядок приведут. Все-таки я не могу сказать, что это за один день или за два дня могут привести порядок. Там тоже определенная работа должна проводиться. То есть лишать людей лицензии того, чтобы санэпистанцию привлекать. Это тоже, ну, вы сами понимаете, это есть алгоритм работы, который необходимо там провести. То есть профилактически. Или хозяева этих кафе и заведения приведут божеский вид в свое заведение, или будут лишаться. Или их просто лишат возможности работать. Да, лишат возможности работать. Это ни одной полиции сил всего. Все понятно, да, конечно. Здесь должны быть несколько служб, которые, соответственно, должны принять какое-то общее решение. Ну, будем надеяться, что... Я продолжу свое решение на счет домофонов, чтобы мысли не избились, потому что наши зрители смотрят. Я скажу, что на счет домофонов необходимо ставить домофоны. Еще так же к домофонам можно поставить... Есть компания, которая у нас в «Казахтелеком» есть, которая выставляет. И еще вот, мне на языке крутится эта фирма, я вот... Цифрал у нас основная фирма. Цифрал, да, цифрал. Которую выставляют, ставят в подъездах камеры. И даже на каждом этаже могут камеру поставить? На каждом этаже могут поставить. Это очень сильно помогает. Это, во-первых, профилактика. И, во-вторых, вам же это необходимо, чтобы знать, кто приходил, кто уходил. Совершенно верно. Это очень сильно помогает. И преступников, по крайней мере, они... Останавливают. Останавливают. Вот доля преступления именно квартирных раз совершается именно там, где нету камер. Ну, вот именно что, мне кажется, сейчас мы должны на этом внимание особо обратить, сконцентрировать. Потому что, к сожалению, в многоэтажных домах далеко не все люди считают необходимую установку домофонов. Они не хотят платить какие-то небольшие деньги. А потом, когда останутся без имущества, тогда они будут вызывать уже к Экимату, к полиции и так далее, к соседям, которые не обратили на это внимание. Ну, наверное, это пока каждый не пострадает. Ну, камеры, это где-то на каждую семью обойдется по 500 тенге, где-то примерно. Даже меньше. Да, установка, все это осуществляется за счет фирмы. Они сами выставляют. Еще 500 тенге где-то, ну, в объеме вот так где-то, круглый бегом, 500 тенге будет. Но есть еще и, наверное, сигнализация тоже, да? Месяц. Да, есть еще охранное агентство, которое спокойно могут сейчас поставить. Так как вот это охранное агентство, у них конкуренция очень большая. Я думаю, фирмы вот эти, которые могут поставить охрану на пульт, они сейчас вообще со временем уже дешевеют. Потому что они все возможности делают для того, чтобы привлекать наших граждан, то есть клиентов к себе. Ну, одна сторона, это вот то, что мы с вами сейчас говорим. А вторая сторона, это где же нам дома хранить вот ценности, чтобы преступники, если они проникли вдруг в нашу квартиру, где они чаще всего что-то могут поискать, найти. И вот это тоже уже все известно, да? То есть те места, куда они могут проникнуть. Надо просто хранить деньги, как в фильме сказано было. Это будет, наверное, с моей стороны как-то с сарказмом или как... Хранить деньги в сберегательной кассе. Ну, я скажу, люди, когда совершают кражи, они знают примерно, где стоят. Ну, вот они в холодильник, например, могут залезть, да? Некоторые считают, что в банках с крупами можно хранить ценности, может кто-то в книгах хранит. Вот тоже это уже все преступники знают. Знают, что это в видеоаппаратурах, да, которые... Надо поставить деньги на самое видное место. Так что сегодня все выносят золото и деньги и кладут прямо в прихожую на полку. Нет, я так думаю, что потому что в большинстве случаев преступники, они начинают в первую очередь переворачивать дом. Внутри спальни комнаты, под матрасом лезут. Ну, психология человека так создана, что... Тайники еще. Тайники, да, тайники начинают искать. Сейфы в стенах. Ту же куклу, ту же сейф, в первую очередь объектом становится сейф. Да, поэтому они, наверное, тоже все-таки подходят по-умному, они начинают выслеживать людей. И если это достаточно состоятельная квартира, то, в общем, они, естественно, в первую очередь туда. Есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Извините, пожалуйста. Вот вы сказали насчет камеры, а у нас в районном вокзале есть туннель, который мы проходим во двор. Вот, наверное, никто не знает. Между кафе и 14-м домом. Там 10 метров, но такая темнота. И вот как раз там и прошелся. Там же убили человека. Нам не камеру-то не делают там. Видите, освещения нету там. Двухэтажное здание стоит. Вот это место никак не пройдешь. Вот насчет камеры, пожалуйста. И вот освещение. Я могу на этот вопрос тоже ответить прямо сейчас. Сегодня буквально... Я отвечу на ваш вопрос. Сегодня буквально в Акимяте было совещание, где открывается новый у нас колл-центр по услуживанию. Значит, там приехали фирмы, которые город до конца года обеспечат практически каждое место камерами. До конца года. Это уже Акимят работает в этом плане. Будут везде устанавливаться камеры. Во дворах? Во дворах, да. Самый такой криминогенный. Ну, это колл-центр будет. Я думаю, они сами уже пресс-релиз, наверное, дадут вам или объявление дадут вам. Ну, то есть будет, соответственно, центр, куда сходится с этих камер изображения. Да, да, да. И там постоянные дежурные. Дежурные будут, да. И, естественно, мы будем этим пользоваться, работать в этом направлении. У нас есть ЦОУ, но ЦОУ следит больше за дорогами, за машинами. Да, у нас дорожной безопасности больше внимания уделяется, так как они установлены именно на перекрестках. А вот во дворах и в домах уже, то есть в многоэтажных домах, это уже другая тема будет у нас. Еще раз говорю, вот это облако и централы, это очень полезно. Да, это и, конечно, понятно. Да, ну, ставить решетки, безопасность, значит, каждого свое, это тоже объяснять, знаете, как-то вот... Железные двери, которые, конечно, каждый, мне кажется, Ваш опыт должен подсказывать, что нет таких дверей, которые профессиональный вор не откроет. Да. То есть никакие там толстые железные двери или сложные замки? Нет, есть двери, которые невозможно открыть. Есть двери, но у нас был бум, именно когда начали железные двери стать, и все мы покусились на этой китайской двери. Ну, смотришь, железная, красивая дверь. Ну, конечно, если даже ее скрывать, вот со временем заходите в старые дома или даже новые дома, которые имеют свой определенный срок, там, от 10 лет, заходите, смотрите, двери, которые привозили, и, собственно, первые ширпотребуют, это китайские двери, уже они играют. То есть там первые смотрят, они похожи на массивную, а внутри у нас все пустоечки. А вообще, вот это правда, что можно такие двери консервным ножом открыть? Конечно. То есть там просто жесть тонкая и все. Да, там просто его монтировкой можно открыть эту дверь. Да, препятствие какое-то есть, там вот эти язычки замков, но... Ну, это все тоже можно отогнуть, да. Да, но сейчас вот делают хорошие, добротные железные двери. Тоже кованые решетки ставят. Те же ребята, которые этим занимаются, в первую очередь, они думают о безопасности, а не так, чтобы когда дом строили, просто маленькую там проволоку пустили, на нее решетку повесили. Сейчас добротно ставят решетки, хорошо ставят. Если человек хочет себя обезопасить, в первую очередь, то он тратит деньги на свою безопасность, на безопасность дома, семьи. Те же ставни, те же... В некоторых местах едете, человек смотрит, там, безопасен себе, и камеры поставил, которые... Вы не найдете, где ее база хранится, и ворота хорошие поставил там. То есть это уже надежно, и здесь можно не бояться за то, что... Да, то есть это... Твоё отсутствие что-то произойдет. Да, то есть человек за себя уже... Ну, сейчас же мир высоких технологий, люди есть, которые домой ставят камеры на движение, Умный дом, да, сейчас, конечно, на все эти есть возможности. Которые реагируют. Это не так дорого. Ну, почему бы нет? Если ты заплачешь какие-то 400 тысяч тенге, которые у тебя будут в безопасности для себя, и не будешь терять те же миллионы, когда у тебя уже своруют. Сергей Костянович, ну, вот действительно, как бы каждый отвечает сам за свою безопасность. Что мы можем сказать по поводу обращения в полицию? Насколько важно быстро обратиться? Вот если ты заметил, что у соседей дверь открыта, да? Да. Или если ты увидел, что незнакомые люди выносят большие сумки, или еще какие-то вдруг у тебя подозрения, что в квартире кража произошла. Тем более, если ты сам стал жертвой карманника или вора. Насколько важно сразу обратиться? Это самое первое. Важно это. Если вы обратитесь, у нас буквально наряды приезжают быстро. Есть моменты, где наши наряды, если вовремя не реагируют, не подъезжают, у них есть норматив, за какое время они должны подъехать. Именно к месту совершения преступления. Это у нас тоже контролируется. И ежедневно, в первую очередь, мы берем и анализируем. В каждой автомашине наших полицейских есть GPS, который может отследить нашего полицейского, за сколько времени он от точки А до точки Б доехал. То есть, если незамедлительно позвонить, мы приедем. Но опять так же, надежда на то, что мы быстро приехали и быстро ее нашли... Не всегда так получается. Да, не всегда так получается. Так как кража совершается в отсутствии самого потерпевшего. То есть, от утреннего времени до вечернего времени. Утром на работу уходят, и вечером они приходят. Вот у нас получается вот такой вот промежуток большой. А без потерпевшего вы, конечно, действия никакие не можете делать. Естественно, мы не можем никакие действия проводить. Если даже двери открыты, да, есть соседи, которые добросовестно звонят, говорят, вот у моего соседа дверь открыта. Придите, посмотрите. Есть такие моменты очень много. Я не говорю, что... Нет, все такие соседи слые. Есть люди, которые добросовестно относятся. Ну, хотелось бы призвать через ваше телевидение, наши жители, чтобы как-то подружески относились друг к другу. Все-таки один подъезд – это одна дверь. Да, это наш общий дом. Да, это дверь, которая ведет не только вашу. Это же не может же, как игра, например, в этот подводный флот. Все мы в одной подводной лодке. Да, если человек, если тот же преступник зашел в один дверь, он же... Он завтра может зайти в вашу дверь. Да, если он совершил на втором этаже, он может в следующий раз прийти и на четвертом совершить. Спасибо, Сергей Костянович. Действительно, сегодня вы дали много очень важной информации. И хотелось бы всем нам пожелать, чтобы никогда не становиться жертвами преступлений, чтобы это нас миновало. Конечно, мы желаем вам всем быть здоровыми, успешными. И пишите нам на странице в Инстаграме «Риконьюз» и обращайтесь на наше телевидение. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин